Данила Флашкевич. Предлагал ли Кремль работу Боровому? Ну, Данила, какая работа? Им нужны исполнители, им нужны... Знаете, у меня другой пример есть, так сказать, из собственной жизни, когда меня пригласили в научную группу Большого Советского Института и исследовательскую группу, социологическую, в общем. И я поставил там несколько исследований, ну, предлагал, так сказать, поставить. И мне каждый раз говорили, значит, этот результат исследования может нас не устроить, не надо. Ну, вот и с Кремлем то же самое, понимаете. Какая-то работа, какие-то исследовательские или даже управленческие проекты, им нужны исполнители, очень послушные винтики. Сколько-нибудь свобода мысли, инициативы, им не нужно. Это, ну, в полной мере то, что произошло сегодня, это восстановление вот такого, такой советской системы, когда инициатива, ну, должна подавляться. Она просто опасна для власти, опасна для, там, системы управления. Заранее определенный результат и заранее определенные функции, так сказать. Нужны рычаги. Вот, сделали губернатором человека, ну, вот это конкретного, там, я занимался его проектами, его проблемами. У него задача быть послушным. Вот приходят указания из центра, некая норма, что ли. Ее надо выполнять. Есть указания по управлению, вот, региональными проблемами. Очень четкие, однозначно, их надо управлять, ими надо управлять. Нужно противодействовать другим проявлениям инициатив, которые могут быть опасны. В этом смысле я понимаю Путина, который назначает губернаторами, семью классами образования, которые выполняют вот эту роль рычагов. Другое дело, что ситуация усложняется, усложняется существенно, там, и в регионах, и, там, в ведомствах. И уже, ну, старыми инструментами действовать невозможно, поэтому все время срываются. Нужна инициатива, нужны какие-то хитрые ходы. Вот, Андрей Макаров вдруг придумал источник финансирования бюджета. Источник, способ отъема у граждан их средств. Эти самозанятые, которые где-то им удается подработать, заработать, но надо их обложить, там, уборщица, которая помогает убирать квартиру. Ну, вот, у меня тоже есть такая, и, там, понятно, что я и плачу наличными. И этих самозанятых пытаются, ну, каким-то образом подсчитать на первом этапе, хотя бы заставить, напугать, заставить зарегистрироваться. Вот, Андрей Макаров придумал очень хороший ход, инициатива. Вот, но это уже связано, видите, со сложной ситуацией. Бюджет не выживает даже в условиях, так сказать, высоких цен на нефть. Нужна какая-то инициатива. Если они придумывают... Было время, они контролировали криминальные структуры, которые вот при Кричкове, КГБ, еще Советский Союз, с помощью криминальных структур, рэкетов, они мешали предпринимательской деятельности. В полной мере криминальная деятельность у разных этих групп, были свои кураторы от КГБ. Вот, я не удивлюсь, если они начнут, попытаются, во всяком случае, вот в сегодняшних условиях, создавать такие криминальные группы для того, чтобы пополнять бюджет, просто отнимать у людей деньги, у тех же самозанятых, там, передавать будут им информацию, кого ограбить. Они могут все, что угодно. В этих условиях, ну, сотрудничать с ними, ну, просто опасно. Сотрудничать с властью, сотрудничать с Кремлем. И огромное количество примеров, ну, полной деградации когда-то нормальных людей, которые начали это сотрудничество у Нелла Панфилова. В условиях отсутствия выборов, отсутствия электоральной демократии, продолжают делать вид, когда-то участник демократического процесса. Продолжают делать белых то же самое. Вот, но он в такой степени пострадал от своего желания сотрудничать с властью, что, наверное, тем самым хороший пример всем остальным показал, чем заканчивается сотрудничество с этой властью. Я бы не стал этого делать по многим причинам, но в том числе просто боясь за свою репутацию, это в первую очередь. Вот, и за свою жизнь во вторую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!